всем привет нахожусь я уже в траке вот один день не работал работал другой человек но подстаканником я почти никогда не пользуюсь том что это volvo тарахтушка именно под стаканники тра-та-та-та-та постоянно тарахтер это уже внизу вот эта штука однажды так вот мне и не сломали это уже где-то в другом месте где-то мне поломали от моего этого самого где это вообще все это идет страха я не знаю для чего она но на строка сделано надо разобраться почему она тут сделано для чего нужно быть здесь лежать вот так вот как она упала пока понятия не имею вот вот это вот добро где моё добро это все где моё вот это вот заряжать вот здесь висит и и однажды уже ремонтировал эта штука разлетелась и пришел другой драйвер бросил значит и втыкает сюда свою зарядку ну у меня есть конечно тут значит самсунг такая самсунг такая бы все уже есть нормально вот самсунг вот пойдет видимо у него iphone или самсунг которые новые у него там коннекторы другие ну окей это давно было и эта штука у меня разлетелась одна вот раскрутилась раскрутилась типа выпадали пружинка вот такая штука выпала и мне пришлось почему этими проводами пользуюсь потому что мне пришлось bluetooth свой наверху брать оттуда скрутить запчасть поставить сюда мне надо чтобы вот эта штука работала вот она делается вот так вот раз и все она здесь висит и никому не мешает не так болтается там она разбивается разлетается как это что купоны начать реле поменяли который стоит почему-то дело сильно дорого 40 баксов если она там хермиста не куплено потому что здесь что-то хотя я не знаю наверное это это андрея на спросить ну когда-то менял пробовал перегорали с этого дим спасибика с фредлайнера можно вольву надо вот именно эти номера вот но тем не менее я пока не хочу это и разбираться штукой новая там ли старая стоит похоже что это юзаная разберемся потом эта коробка лежит старая потому что поставили вот новую вот новая ручка вы помните все уже не болтается как четко как теперь все четко аж непривычно но как классно все классно все год теперь и свет по-другому наверно работает не знаю хотя нет также заедает но нет тухнет вот она проблема где было со светом но кажется тут не раньше у меня так раз и она оставался свет замыкала сейчас тухнет тухнет что все была проблема в ручке когда у меня свет и дальний как-то переключался одна фара работала другая не работала вот так по крайней мере казалось и когда ты вдруг ушел забыл что-то даже зажигание всю помощь выключил зацепил его так вот и ушел и так она оставалась гореть как бы светом сейчас вроде бы ничего надо выйти посмотреть ох мне хоть руль не надо протирать каждую неделю проходилось протирать руль специальными тряпочками влажными потому что на этих выходных по ходу траком особо не занимались а то и руль чистый или по крайней мере чистыми руками так что я хотел сказать трак помыли это конечно хорошо этим медузам не доверяю вон пятно недомыли вот пятно недомыли сейчас еще найду платившим деньги они не домывают в это что такое вот смотрите посмотрите половина помыли половина не помыли вот это вот не помыто вот это вот черная коричневая осталось серы там чуть помыто все здесь у нас имеем и здесь тоже что-то грязно что тут по ходу трейлера по ходу трейлера более-менее нормально на более-менее нормально но трейлер тут такое ну так сейчас я пойду на ту сторону вот чистое жирные пятна вот они остались это все нужно было пальцем тру оттирается нужно было хорошо оттирать что еще у нас идет вот грязь недомыто это конечно мелочи не я не не буду придираться но все-таки мелочи не мелочи надо быть нормально это понятно что дешевая мойка и еще что-то спорить оспаривать тоже надо подходить тряпочкой сам по самому подтирать же есть мойки который подороже они там получше наверное моют хотя я не уверен я другие до подороже не стал он грязь он осталось а вообще не тронута грязь стекло грязная с потеками и надо солнце отражает не видать грязные потеки на стекле вот грязь вот это вот черная грязь мазута вот это все грязно вот видно как все грязно не мы так что у нас в америке на мойке не везде так все хорошо и мой я больше переживал за наклеечку наклеечка вот самый старый трейлер фактический драк я имею наклеечку вот так а это вот же сладку делали тоже классного такой сказал металл чтобы внутрь сделали там внутри в общем полоска есть такая примерно тоже вы видели в трейлер и обычно как выглядит там разрываться начал вот такую прямо добрать и вот так вот вкручивать на саморезы специальные вот но это это классная вот это вот этот металл размер это классно самый раз для трейлера это крепкая штука вот тут просто стянули тут cross members тут не идут так cross members тут просто 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 вот просто хочу заснять темно не видать здесь просто щелю тут было смотри свет как попадает и не видать короче вот тут фельд была до треснула когда-то вон там видно на вот ее заделали здесь так принципе здесь отсюда наверно быть видно вот так вот а вот так видно нормально здесь так затянута и все вот она в принципе ну короче такие вот дела что выезжаем на delivery ну и так тоже вот меняли они отлетают со временем просто проходишь меняешь и трейлер уже более-менее 9 будет значит это было 10 год до 18 год наклеечку надо доклеить кое-где что не протер нормально короче есть к чему придраться но трубу размазали полностью как она есть видно какие полосы вот там по трубе ну и ладно она и так тоже нормально в принципе что поделать ничего не поделаешь тут ничего не поделаешь вот так вот в основном все нормально я делал пить я а 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 и Ноги подняты, на месте, все работает, здесь ничего сухо, с той стороны будет видно потом. Задние колеса, тут видно без колпачков, тут видно, что затянутые. Вверху работает. Работает, здесь работает, горит, горит, горит. Здесь видно, сухо, масло есть, гайки затянуты. Теперь эта сторона, сухо. Так вроде бы чемберы на месте висят, не разболтались сяги бывают. Чемберы болтаются. Тут работает, опаски на месте. Капот я уже открывал, правда не заснял. Капот я уже смотрел масло, там только воду, масло и много не надо было смотреть. Все нормально. Все нормально. Только лесо тоже нормально. Диана. Опускаемся сюда. Подвесной подшипник. Кардан. Листовина. Чемберы на месте. Все. Все. Все вроде болты на месте. Кабина. Половскую кабину обязательно надо проверять. Бывает срывает, перекашивает. Все нормально. Все. Все ляг и постиг… Ну и все, примерно так, друзья. Ну и еще тормоз. Тормоз. Это делается так. Свет. Аварийки выключаются. Свет выключается. Вешаем молоток сюда. Вот так вот. Вешаем молоток. И идем слушаем. Правда, можно было бы еще мотор заглушить, чтобы было слышно. И слушаем, не шипит ли ничего особенного. Тормоза горят. Идем к трейлеру. Тишина. Тишина. Прислушиваться надо просто. Мотор работает. Тормоза. Что мы видим? Горят. Здесь и горят. Все. Можно ехать. Как минимум левел 2 можно уже пройти. Вот так вот. 6 минут 25 секунд. Ну и еще как бы. Еще как бы здесь. Проверять не всегда надо, но бумажки на месте. Регистрация. Все там на месте. Все. Около 7 минут. Потому что как раз вместе с открытием мотора. Вот. Будет все. Можно даже испытать. Вот. Я открываю мотор. Турой мотор. Иду смотреть. Это примерно сколько занимает 5. И нормально, когда ты примерно все прошел, просмотрел. Важный момент. Чемберы здесь. Как бы масло проверить. Я проверял только что масло. Вытянул, посмотрел. Все. Протрогал здесь все и нормально. Затянуто здесь. Крышка закрыта. Там крышка закрыта. Все здесь нормально. Шланги нормально. Нормально. Идем на ту сторону. Ну, здесь я посмотрел. Рессоры. Рессоры и амортизаторы. Порядки. Подушка на месте. Вот. На этой стороне. Смотрим рейку. Рейка нормальная. Она сейчас заведенный мотор. Но она все равно нормальная. Она не имеет особо большого люфта. Здесь нормально. Здесь я открывал тоже нормально. Масло. Масло есть. Смотрим эту тягу. Рулевая на месте. Там на месте. Чембер на месте. Все. Амортизаторы. Рессоры. Как бы не треснутые. Все. Здесь как бы все нормально. Того вышло 8. Здесь можно добавить. Это не так хорошо. 8. 8 минут 40 секунд. 9. 10 минут можно питья смело ставить. Даже можно и 8 ставить. Мотор же ты каждый день не будешь проверять. Хотя можно и проверять каждый день. Масло можно не проверять каждый день. А рессоры, амортизаторы. Да. Нужно открыть. Я скажу даже нужно открыть. Посмотреть. Посмотреть. Рессоры, амортизаторы. хозеньки всякие вот это вот рулевую это да это каждый день надо делать согласен здесь даже спорить не буду по что мотор надо открывать ребята двигать ну капот открывать масло можно воду не проверять каждый день вы примерно знаете вот а рессоры амортизаторы что относится к рулевой ходовке чемберы все это надо проверять каждый день там под траком также как ты проверяешь на драйв на трейлере так и здесь надо открыть капот и посмотреть рулевые посмотреть рессоры посмотреть за включением масло масло можно через день смотреть вот примерно такой вот питья и ну и все дальше если внутри брать уже можно снять вот все брать здесь а и р как там его fire extinguisher зелененькая все на месте как бы еще в 10 минут уже вложились если бы не моя болтовня питья и ну и что тут еще надо проверить приборы все здесь работали все как как бы так дворники дворники тоже работают это как бы тоже в питья и входит то есть за 10 минут можно сделать все ребят удачи всем счастливо такое вот утреннее небольшое видео получилось все пока едем на деливере и еще если учитывать что надо логбук привести в порядок как бы тоже 15 но 5 минут она займет но как бы в пользу нам когда мы экономим время то мы можем эти минуты 55 минут сэкономить поставить 8 9 10 минут на питья и и можно в принципе выезжать ну а здесь надо по идее еще занести как бы информацию в электронный логбук как бы это тоже время вот это все при 3 значит вот потом надо пойти занести форму значит что там везешь старый номер убрать замести новый номер будет у нас сейчас посмотрим 235 922 235 922 а д значит откуда он идет саммера саммер вашингтон тюплентон пеллинтон орегон партс партс как бы все здесь сделано inspection это можно вот так в попыхах бывает забываешь inspection inspection 104 трак уже у меня появился так как он автоматически я прошел он соединился уже с машиной я логаут не делал здесь можно пока что ничего не менять хотя можно поменять вот она сначала там поменять то есть можно сделать что тут долго не стоять можно поставить на 7 я думаю 7 15 можно поставить даже 7 18 можно написать одометр я пишу 949 440 я пишу одометр так и здесь все ставим подпись как бы с утра можно с утра я думаю можно с вечера но это я узнаю когда-то лично у диатишника все-таки когда-то я у него узнаю какого-нибудь все делаем сейфы смотрим какой у нас трейлер появился трейлер 5375 это был мой предыдущий трейлер который я таскал недавно на delivery на пикап теперь мы делаем трейлер другой заходим сюда на дефект этот удаляем и ставим те найти найти вот сохраняем все-таки найти он появился 718 идем сюда налог нажимаем сюда ставим здесь 18 18 18 ну вот смотрим теперь сколько у нас получился 5 яй уже минут 5 яй у нас есть уже 10 минут все и 9 секунд и можно выезжать все то есть проверка да идем сюда идем сюда нажимаем сюда на сегодняшний день так убедиться что проверить вот пожалуйста что я тут сделал тут трейлер почему-то не поменялся это 12 сегодня тут надо трейлер поменять что-то трейлер не поменялся здесь так это на форме надо поменять я знаю где то сделать на инспекция трейлер правильно стоит а здесь надо поменять значит это мы занесли парт все пенлинтон так притрип инспекция есть все 10 минут тогда у меня вот так был притрип инспекция я на фулл инспекция когда попался все у меня было только вот это вот а вот это вот не было и он прогнал меня не знаю не заметил или чё а вот сегодняшняя вот трейлер Т19 вот Виктор все подпись 718 а тогда не было когда была инспекция но я думаю что он понимает что он делает все равно понимает что я вечером по-любому сделаю то есть все значит здесь нужно поставить чтоб трейлер был нормальный выходим выходим сюда и меняем его вот здесь вот идем сюда идем на форму и поменяем его здесь этот уберем поставим Т19 все здесь он тоже будет теперь нормально на инспекция не вот проверяем Т19 одометр все здесь есть налог все нормально ну и так уже контрольно если смотреть досконально так сказать вот все трейлер стоит Т19 104 трак бистанция 0 мы еще ничего не проехали все можно выезжать и ехать вот такая примерно эта вещь но она займет меньше времени когда все в порядке вот еще 6 минут как бы 15 минут для общего питья оно так примерно занимает 12 минут вот так оно в принципе и пойдет у меня так что вот примерно так в принципе все вот так вот так вот так Продолжение следует...